Всем привет, с вами Станичный Оптимист. Ой, у меня есть тут три предмета. Разных три предмета. Сейчас я расскажу про их историю и что это вообще за предметы такие. Да. Откуда они точнее взялись. Ладно, кирпич, понятно, что это кирпич. В общем, во время реставрации Саманной Хаты, вот тут Саманной Хаты, я собака привет понаходил. Ну что ты пришла? Ну что ты мешать мне пришла сюда? Вот это старое древнее точило. Точило, видите, какое? Оно, ну, кусок точило. Видите? Сломанное, точнее, отточенное какое-то. Кусок точило, вот. Лежишь? Кусок точило. Короче, это точило, а знаете, вы не поверите, где я его нашел? Я его нашел в печи. Как в печи? Не в печи, ну, в печи в смысле, не в каналах, не в топке. А в кирпичной кладке. Да, вы сами в шоке, в шоке сами. Когда я разбирал печь, там кирпичи снимал, снимал кирпичи. И, по-моему, то ли, когда кирпичи снимал, да, кирпичи. Вот так убираю кирпичи за кирпичом, убираю, убираю, одену кирпичи, убираю, и под ним вот этот вот, вот это вот точило. Присыпано все вокруг глиной. Как я понял, это взамен кирпича. Кирпичей не хватало, и вместо кирпичей вот так точило туда, пихнули вот так, и сказали, все, это кирпич. Типа того. Вот, точило, ну, обычно точило. Очень непримечательно. Следующая уже постерезная штучка. Вот такая вот железная. Заслон, господи, заслонка какая-то. Тоже нашел в печи, тоже в кладке, кстати, нашел. Как вам показать? Короче, лежали вот так кирпичи. Вот так, допустим, в печи. Вот так, лежали кирпичи в печи. Так, кирпич лежал раз, кирпич лежал два. Здесь кирпича не хватало. Я же говорю, в печи не хватало кирпичей. Не хватало для печи кирпичей, вот. Вот тут не было кирпича. Ну, скажем, в печи. Короче, вот эта штука, не знаю, как ее назвать. Да, собак, привет. Вот эта штука, как ее показать? Эта штука с ручечками большой. лежала вот так ручкой вниз вот так ручкой ввесы и ввесы и ввесы и ввесы ой дурак я ой дурак сломал вот че ладно 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 хотел показать я думал она выдержит она вся проржавела она вся проржавела и треснула видите тут ржавая в общем видите какую рукожоп капец она лежала вот так между двух кирпичей кирпича не хваталось и здесь лежал на ней кирпич а под ней засыпан саман то есть вот такая штука думал сохраню оказалось что не сохранил ну ладно бы жалко что не хорошо что я не потерял же эту деталь то есть как бы вот она раз и все следующий предмет я не знаю откуда это что и почему такая маленькая заслонка спросить у кого-нибудь и гугли не за спите для чего не нужны такие маленькие заслонки для таких печей или то просто так в общем следующий предмет кирпич сейчас короче предыстория в моей станице есть здание было точнее здание прикреплю фотографию да что ты сюда села ты мне мешаешь собачка я знаю ты хочешь чтобы я тебя гладил но ты мешаешь мне съемки вот так вот опять лежи вот так вот так лежи вот есть здание у меня станица это здание недавно разрушили в прошлом году декабре вместе разрушили полностью здание это здание было историческим это здание было построено в 1900 году этому здание 122 года там были швейный цех труды там были там очень много всего было и школа и там была старая церковная приходская и храм там был есть там все 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 было со 122 года существования здания здание где-то ну 10 больше двадцати лет пустовала просто заброшка была но туда никто не лазил здание историческое она на территории школы другой находится который построили 80 когда которая до сих пор функционирует школа короче вот эти кирпичи с этой самой школы когда школу разбирали я вот эти два кирпича забрал там оттуда из этой школы я не крал я украл эти кирпичи почему я очень люблю историю особенно свои станицы особенно своих зданий и старичка и издание историческое вот эти кирпичи вот эти два кирпича один отломанный специально я взял а другой целый эти кирпичи я оттуда украл специально чтобы сохранить и показать вам какие были кирпичи раньше 122 года назад я даже откопал в интернете как этот кирпич называется по моему по моему мне глиняный мрамор называется то есть тут глина и мрамор входит состав кирпичи очень тяжелые один такой кирпичик весит больше чем то стандартный стандартный допустим кирпич который сейчас опускает весит один килограмм этот я взвешивал этот весит два с половиной этой три килограмма этот кирпич весит очень тяжелый кирпич очень монолитный очень мощный его сколько не бросаю не сломается пока вот 10 раз его не сбросишь с большой высоты он не сломается вот видно глина мрамор и все это запить запечено ну как это сказать запекло вот кирпич оттуда не взялись то есть сейчас покажу кирпич должен же звенеть да кирпич должен зверь современные кирпичи я думаю такой такой стойкостью и такой таким изменением не будут хвастаться как вот этот кирпич 120 лей то есть он упругий он звенит он прочный кирпичик я сколько раз выгнал нему ничего нет оттуда и кирпичи эти кирпичи никуда не уйдут вообще никуда не уйдут эти кирпичи они будут лежать у меня эти точила все будет лежать у меня в хате никем не тронута потому что это все исторические штучки вот эти задвижки мадвижки это все история знаете поэтому это все надо наоборот сохранять а я что и говорил главе администрации какого фига вы разрушаете старые здания если это историческая эта история вы понимаете история это нельзя разрушать они нам так выгодно разрушили кирпичи все сдали на кирпичный завод продали и все им выгодно такое историческое здание у нас теперь станется осталось последнее знание единственное историческое которому больше 120 лет больница сейчас это больница там тоже было и храм школа в общем такие дела с вами был христианчист всем пока